МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Солнечный Солилеск поставлял бахчевые культуры еще к императорскому двору. Наш арбуз ценится своими вкусовыми качествами. За деликатесом едут не только курортники, но и аптовики с других регионов страны и даже за рубежью. Самое дальнее расстояние – это был город Петрозаводск на границе с Финляндией. А Питер, московский регион весь. Для многих сулильчан бахчеводство стало делом всей жизни. Александр вырос в поле и об арбузе знает все. Я, можно сказать, вырос на бахчах с 10 лет. В этом году уже 36 лет. В этом году в Солилесском городском округе арбузной столицы России засеяно 27 тысяч гектаров бахчевых культур. Весенние заморозки сдвинули сроки сева и уборки примерно на неделю. У нас убрали порядка 300 гектар. Валовый сбор составил 600 тонн. Средняя урожайность составляет 20,6 центнеров с гектара. На Солилецких полях фермеры выращивают более 60 сортов арбузов. Но традиционные всегда в цене. Традиционные сорта – это холодок и березка, которые позднего созревания. Они в сентябре будут спеть тот арбуз, который можно будет хранить потом до середины зимы. Кроме того, караваны с сезонным товаром идут из Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, Казахстана и даже из Афынистана. По данным Оренбургского Россельхознадзора, в наш регион уже завезено более 24,5 тысяч тонн арбузов. Ко всем партиям ягоды у надзорного ведомства не возникло вопросов. А вот 40 тонн зарубежных дынь все-таки было забраговано. Как же выбрать спелый арбуз или дыню? Мы отправились на рынок. Как выбрать спелый и ароматный арбуз? Во-первых, он должен быть упругий, плотный и издавать такой вот характерный звук. А вот надрезанный арбуз или половинку брать не стоит. Сладкая мякоть – благоприятная среда для вредных микроорганизмов и сытный обед для местных ос и мух. Переносчиков инфекций. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют покупать бахчевые исключительно в магазинах и на официальных рынках. Там продукцию проверяют на качестве и выдают продавцам соответствующие документы. Так ли это? Мы узнали на рынках областного центра. Есть сулелецкий арбуз «Барбеты» из Чемкент. Справка в лабораторию сдаем. А это уже другой рынок, где традиционно в сезон бахчевых идет бойкая торговля. На развалах тонн арбузов продавцы завлекают покупателей. Последние грузят аппетитные и тяжелые ягоды в багажнике своих машин. Христалл. Очень сладкий. Вот торгуем, возим из Сулеска. Уже поспели? Да, поспели. А какие-то документы с вас требуют? Требуют, но лаборатория проверяет все. А по чем цена? Цена 20 рублей сейчас. На стихийных развалах или трассах продавцы вряд ли обременяют себя лабораторным исследованием своего товара. Тем не менее, я взял арбуз на Нежинском шоссе. Не отравили? Нет, конечно. 230. 230 рублей. 230. Сколько килограмм? 7,945. Арбуз на вид хороший, но опасения все-таки есть. Симптомы отравления, увы, неприятные. Если большая доза попала микроорганизма или токсина в организм, то возникают признаки пищевого отравления. Какие это в основном? Это тошнота в первую очередь, рвота и жидкий стулон. В этом случае специалисты советуют промыть желудок большим количеством воды и обязательно обратиться к врачу. Чтобы избежать подобного конфуза, мы решили проверить наш арбуз с трассы и отправились в компетентную организацию. Насколько безопасен арбуз с трассы, мы проверим в лаборатории Россельхознадзора. В лаборатории различные современные приборы, весы и колбы. Ягоды режут на мелкие дольки, выжимают сок, добавляют реагенты и проверяют на массу показателей. Перед лаборантами ничего не утаить. Мы проверяем литраты. Содержание литратов в арбузе. В лабораторию на экспертизу арбузы поступают нередко. Вот и наш арбуз исследовали и вынесли обнадеживающий приговор. Радионуклеотиды, токсичные элементы, пестициды, нитраты и микотоксины. Арбуз отличный в пределах нормы, допускается приема пищи. Такой вердикт получил наш арбуз с трассы. Можно лакомиться. Тем не менее, все же лучше покупать арбузы в проверенных магазинах, говорят специалисты. Там они наверняка проверены на качество. Сегодня арбузы в большинстве случаев безопасны. Нитраты лаборатория часто выявляла в июле. Тогда на рынок шли первые арбузы. Бахчеводы в погоне за прибылью обильно удобряли свои поля химикатами. Сегодня уже поспели поливные арбузы без нитратов и селитры. На подходе и так называемый суходум. Если на поле применялись удобрения в больших количествах для быстрее созревания данного вида ягоды, и таким образом могут быть нитраты. Сегодня на рынке можно встретить необычные гибриды сочной ягоды, даже с желтой мякотью. Арбузы полезны своими микроэлементами и витаминами. И если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, арбузы можно есть в неограниченном количестве, говорят специалисты. Пока сезон арбузов идем в разгаре, специалисты советуют вдоволь наслаждаться спелой ягодой, очищать свой организм и пополнять витаминный запас перед долгой зимой. Субтитры создавал DimaTorzok